Создание национальных крымско-татарских отрядов – ключ к деоккупации Крыма. Такое заявление сделал полковник Запаса и глава общественной организации «Украинский легион» Святослав Стеценко на пресс-конференции, посвященной проблеме развития территориальной обороны в Украине. По мнению военного эксперта, вернуть Крым и обеспечить его стабильное нахождение в составе Украины может только коренной народ. К сожалению, подчеркивает эксперт, нынешняя нормативная и материально-техническая база сил теробороны, на которой возлагается защита населения и инфраструктуры на случай оккупации войсками врага, неудовлетворительно. По его мнению, большинство батальонов – это чисто бумажные войска. Из сотен бойцов, которые формально числятся в военкоматах, реальных людей – единицы. Стеценко убежден – власть настолько боится развития теробороны, что готова жертвовать военной безопасностью населения. Треба чітко усвідомлювати, что реально подготовленных сил, которые способны выполнять задания покладения на территориальную оборону в их частині, в частині збройної боротьбы, на сегодня нема. Единый, как мы видим, вихід из этого – это создание мощности сил теробороны, подготовка населения до опору врагу, загальну військову підготовку цивільних, без відріву від виробництва – це, в принципі, те, чим ми зараз займаємся. Эксперт подчеркнул, що подготовка резервистів в отряди территориальной оборони – це относительно недорогое і при этом надежне вложення в военну захищенність общества, возврат оккупированних територій і їх удержання. Уже сейчас в країні функціонується множество гражданских організацій по підготовці бойців, які предлагають государству качественно нові способы організації территориальной оборони. «Если они будуть приняты к сведению, развитие боеспособності гражданских вооружённих сил буде лишь вопросом времени», – уверяет Стеценко.